Ммм, вкусно! Как мы вкусно поели, поздно вы, дорогая, видео включили. Ну, так сказать, пока все были заняты едой. Когда у вас уже пустые тарелочки. Гамбургер, гамбургер. Все по амбургеру съели. Да, так что мы празднуем Хануку. Да, мы продолжаем. А на улице снег идет. Хэппи, гамбургер, у нас снежок идет. Такой легкий-легкий снежок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я эту куртку надела. Да, идем за детками впервые, вылазка, погода позволяет, солнце и плюс 4, минус точнее 4, минус 4, я думала плюс, голубое, мы не лотар, боже, я не знаю такого запаха, 20 лет, мороз и солнце, действительно. День чудесный, ну ты не дремлешь, друг прелестный, ты уже проснулась, красавица. Правильно, на всю улицу кричим сейчас. Мы же видео снимаем. Да. Хорошо, очень, очень хорошо. Такого пара сорта. Ну в Израиле не знаю, когда это бывает. Кто шлендрает по утрам рано. Очень хорошо. Великолепно. Такое чистое небо. Боже, действительно, за вторую неделю, вот это первый раз такое небо чистое. Да. Обычно, в принципе, у нас такое небо. Да, 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 да. Вот чистое, это я с тобой привезла с Израиля. Да, правда, две недели прошло, пока поняла, Канада, что к ней приехала тут главная израильтянка. Еще не две, еще только вторая неделя. Да. Это вообще-то через два дня уже будет две. Зачем запоминаешь? Уже будет две недели. Действительно. Ну, Инка, ну правда, ну вот первый раз такое небо. Ой, красота. И тут же снег. И ты без головного убора, и нормально. Ветра, потому что нет, очень приятно. Ветра, очень хорошая погода. Просто супер. И главное в кроссовочках. Да. Главная мотница наша. Поразговариваем. Это его друг. Кайл. Друг его. Что-то серьезно он такой. С другом. Походка Костяна тут. И Доша. Ты что, не видишь, мамки, что? Привет, мамки, Тенка, вначале мамки. Я в помаде. А мне сбоку, может, течку. Вот эта девочка с рюкзаком. Вот эта девочка с рюкзаком. Габи любит. Это действительно не легко. Да. Неплохо получается. Задний план нормальный. Спрашивали все время, как пролет прошел. Впечатления про РК надо. Про полет. Все подробно. Как все было. Как этот перелет прошел. Пожалуйста. Перелеты. Вам переговора. С посадки. С прибытием. Добрый день. Кто меня давно не видел. И кому это интересно. Ну что, самое главное, конечно, начну с самого начала. С Тель-Авила. Впервые я заказала такой полет. Я заказала. Мне подсказала турагент, оператор, да. Что хотите в этот вилчер. Вилчер? Вилчер. Вилчер. Я думаю, что это такое. Никогда я не пользовалась. Я не говорю, что я так часто летала. Ну, два раза летала сюда и не думала. Она говорит, это вот, это вот так. У вас высадитесь. И вас везут на коляски везде. Через все паспортные контроли. Через все. Где у меня. Понятно, я иду. Это всегда сопровождают. Понятно, что меня кто-то провожает. Подруга всегда. Муж ее. Я все равно меня переживаю. Ну, такой я характер. Переживаю я всегда. Да, это аэропорт. Вот в аэропорту большие расстояния. Людям пожилым. И у кого какие-то проблемы с ножками. Тяжело ходить. Такие расстояния большие. Я села. Перед тем, как сесть, я еще, конечно, поморочила голову. По-хорошему, в моем характере. Я говорю, а если у вас сопровождающий, который говорит на русском. Он говорит, ну, посмотрим. Ну, все, короче, я села. Смотри, идет какая худенькая девушка такая. Сладкая такая вся. Только она недавно начала. Она говорит, я говорю по-русски. Боже, у моего счастья не было предела. Не потому, что я, конечно, могу издесниться. Могу сказать на бытовом. Ну, это напрягает всегда. Ну, короче, она говорит, все, садитесь, и мы поехали. Ну, и все, мы поехали до первой стойки, конечно. Конечно, уже целое очередища. Естественно, у меня везде дорогу. Я села, она у меня взяла паспорт. Сык, стойки. Везде смотрят, ну, как, на коляске пропускать надо. Мне было вначале неудобно так. А потом я поняла, боже, какой кайф. И все. И, во-первых, это проходит. Ну, я прошла, может быть, все это за 15-20 минут. Вот все вот эти, все вот эти паспортные контроли подвезли по одному. Чемодан взвесили, все хорошо. И мы дальше с чемоданом поехали. Она, все, ничего не трогайте, ничего, все не переживайте. Я говорю, и самое главное, что такое видение. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, Лина. Я говорю, ну, все, как моя дочь. Ну, короче, вот все сразу. Вот как задался полет сразу. Как сюда прошли все контроли? Все контроли. Нет, и второй паспорт. Короче, даже мне нигде не вставало. Она говорила, не вставайте даже. Ничего не делайте. Все. И прошли то, и потом там подвезли, кто знает, Ливийский аэропорт. Он очень-очень там потом длинный, когда после паспортного идешь уже туда на дьюти-фри. Там две длинных таких проход. Понятно, что там есть выездная дорожка, на которой едешь. Ну, смотрите, далеко. Мне уже на два года еще постарело. Я, получается, каждые два года третий раз сленки приезжаю. В 2014 году, в 2016, и сейчас в 2018. Как-то раз в два года. И не молодею, конечно. Естественно. Дочь меня, конечно, подхорошила. Но годы берут свое. Так что на все не обращайте внимания. Но остальное такая... Она мне сделала, как возможно, красивую. Мне нравится. И там меня... И еще спрашивали меня, а вы хотите что-то в самолете у вам было помощь? То есть меня могли бы в самолет завести прямо? И там все просто... Ну, думаю, нет. Но уже в самолет я уже дойду. Короче, довезли меня до Кудрах. В общем, началась посадка. Естественно, я вообще первая самая. Вошла в самолет. Никогда, никогда в жизни не заходила первая в самолет. Эти зоны меня всегда сбивали. А тут в зоне я стою. У меня на Белитике там написано, такая колясочка была инвалидная. То есть, значит, я подхожу, говорю, давайте тут. Ну, и сзади меня все колясочники на коляске, а я носками. Так я первая пошла. Пошла по этому коридору и зашла. Самолет первое. Вот место у меня было очень удачное. Хорошее место. С краю, как всегда, я беру. Все хорошо. Я вообще очень люблю Air Canada. Очень мне нравится эта компания. Потому что Эляля, я уже второй раз лечу Air Canada. Прекрасно. Во-первых, самолеты, они не изношены, какие-то новые. Во-вторых, в каждом сиденье. Я понимаю, что во многих самолетах есть. Но вот Инна говорит, что когда она летела, Эляля мне был общий экран там на сколько-то рядов. Меня устраивает, что у меня вот это есть. У меня вот на сиденье этот экран. Кино все пересмотрела. Я там посидеть, я же не сплю. Беда моя, если бы я спала. Я же не сплю, поэтому нахожу себе какие-то... Ну, очень вкусненько. Мне нравится. Очень вкусненькая кормежка там. Не знаю, я ничего не оставляла. Ну, салатики такие там это дело. Остальное очень все вкусно. И курочка, и рыбка, и все. Это тоже моя любимая тема. Я очень люблю самолетную еду. Потому что есть многие люди, которые не любят. А мне вот нравится самолетная еда. Во-первых, эти порции. Казалось бы, мне нравится это все маленькое. Как-то наедаешься. Кофе я не беру. Где-то я вычитала, в Фейсбуке начиталась. Что самое это, не берите это кофе. Это все. А я беру сок всегда и воду. И, в общем, очень хорошо. Перекусочки были три раза за 12 часов. Меньше, чем за 12 нас кормили. Три раза. В общем, полет прекрасный. Прекрасный. Мы прилетели раньше времени. И только вышел ребенок, сразу меня встречал. Тут они тоже только приехали. Все, слава Богу, все вовремя. Ну, там чуть-чуть меня вроде как бы задержали. Я даже не понимаю, почему. Вот не понимаю, почему. Вот все уже декларацию заранее заполняют. В самолете только перекисывают. Что-то там опять она мне так розовым поперек. Вот это я уже увидела. У меня уже так все. Думаю, что-то уже не то. Ну, я там. Потому что я приехала первая. Я приехала первая. Почему я... А, тут же меня не встречали. Хотя поинтересоваться можно было бы. Я тут просто села. Нахально сама в эту машинку. И меня повезли. И, конечно, пока все вышли. Во-первых, я одна из первых вышла из самолета. Потому что у меня был первый, ну, один близко к голове салон. Вот. Так что в это я вам так прям все подробно. Потому что у меня еще это свежо. Вот. Мы давно не виделись. Вот. Поэтому вот это мне до сих пор это было просто, просто счастье. Я вот это для... Кто вот своих матерей отправляет, родственников. Просто хочу сказать вам это. Вот. Все. Ну, приехали. Все тут. Дотя, детский. Ну, все. И счастье. Полные карманы. Счастье. Канада. Просто как-то, я думаю, вот еще немножко. Вот еще за перелетом уже там тоже наблюдали. Инга тут наблюдала. А я себе наблюдала. Ну, там показывают же. Перелет полпути. Вот. Уже меньше, чем полпути. Вот. Так что все хорошо. Приехали. Уже темнота. Темно. У нас тоже в Израиле уже около пяти темно. Да, очень рада темнеет. Да. И здесь у них тоже... Когда вот переходят время, это чудо. Да, да, да. Тоже. Потому что я была обычно все время еще летняя. Когда уезжала всегда. Они еще не переходили. Хотя вот... Ну, это первый раз. И 15 ноября улетала когда-то на два месяца. А сейчас я опять прилетела на два месяца. Улетаю, а шоу. 18 января. Так что на все праздники. На свой день рождения. Свой день рождения. Перечисляю. Значит, попала на день рождения внуков. Внучечки не успела. Габульски успела. Не успела. Доченьки не успела. Зятя не успела. Они все скорпионы. Все в раз. Только на рядошки. У него 22-го, 23-го прилетело. Но они там справляли. Короче, там успела. Теперь мой день рождения. А еще на Хануку. Первый день Хануки. То есть все праздники. Первый день Хануки. День рождения мой. Потом пойдет Мэри Крисмас. А потом Мой Новый Год. В общем, я забыла, когда я была в этих праздниках. Для тех, кто в Канаде это смотрит. Ну, кому интересно, кто смотрит. А вот израильтянам, кто смотрит. Им тоже, может быть, многим непонятно. Но так как я живу в Нескарамоне, у нас просто никакого новогоднего настроения нету в городе. Нигде. Не в гостинице. Ну, нигде елочки, светика. Только где-то в домах. То есть поэтому мы сами себе создаем настроение. А здесь я уже не знаю, приехать уже. Уже везде елки стоят. Уже настроение. Уже музыка играет. В общем, я рада. Я счастлива, что я тут. Ну, немножечко приблеила сразу первые дни. Поэтому мы не уходили. Чуть-чуть, конечно, перемена климата. Ну, и всякое влияет. Старость не рада. Стареем помаленьку. Каждые два года это все-таки ощущается. Вот. Так что вот это я вам коротко рассказала. Досте. Что еще должна рассказать? Подсказка. Обычно за варениками, за пельменниками. Сейчас я ничего не делаю. Пока что. Мы еще успеем это все использовать. Вторую неделю я уже здесь. Сегодня по ней вторник уже. Сегодня уже вторник. Вторник еще пока что. В пятницу будет уже две недели, как я тоже. Вот. Так что все. У ребенка такие большие изменения. Приехала все по-другому. Сплю в другом месте. Сплю. Но была в самом низу спала. Теперь сплю на самом верху. Сплю своей внучечкой родной. В самой большущей спальню мне отдали свои дети. Спальню огромную. Вот. И мы с ней балдеем. Я балдею. Я рада. Рада. Если что, что-то мы еще придумаем. Что-то еще расскажем. Да. Так что, ребята, если у вас есть вопросы какие-то по поводу перелета, задавайте. Вот. Мама здесь будет теперь видео. Конечно, у нас рождественский декабрь. Все. Так что это было все на сегодня. Пока. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!